дмитрий чекалкин украинский военный переводчик дипломат и шоумен также напоминаю о том что здравствуйте дмитрий приветствую о отлично вас слышно видно прекрасно просто но также напоминаю о том что вы можете писать комментарии это зрителям нашим описать комментарии в наш чат я буду если что зачитать возможно у вас к дмитрию будут какие-то вопросы дмитрий очень рад знакомству знаете хотел бы начать наш разговор с того что ну во первых у меня как и у вас я уверен нет никакого сомнения о том что украина победит в этой войне и бы еще больше никакого нет сомнения что донбасс скоро к нам вернется вот в тех землях и территориях которые были на 1991 год я сам человек из донбасса с города мариуполь я мне кажется хорошо понимаю жители из донбасс жители донбасса потому что сам там вырос и долгое время находился есть у нас разные я думаю вы согласитесь люди и независимости от того в каком регионе бы они не жили кто-то даст занимается лично своим выживанием и не задумывается каких-то там глобальных вещах раньше у них была возможность такая не задумываться сейчас приходится задумываться нам всем кто-то откровенно был пророссийский настроен потому что думал что там много денег нефть и газ и это все на нашу голову польется и будет счастье а кто-то я не снимаю свою персональную вину я мне кажется если я понимал куда это все движется и кричал по всему донбассу бегал давайте скорее поддерживать нашу страну это не правда что восток кормит всю украину потому что регионе был очень много дотационных то есть но какие-то выводы да спустя время я сделал и сейчас самый главный комментарий который мы видим в социальных сетях кто какие-то разгоняются ботами какие-то разгоняются людьми о том где вы были 8 лет назад когда начали бомбить донбасс и у меня ответ наверное как жителя донбасса один о том что мы ходили в европу мы общались со всеми кем угодно для того чтобы мы пытались до вникнуть минские соглашения мы пытались туда в европейских миротворцев запустить мы много чего пытались сделать для того чтобы спасти донбасс но к сожалению когда много так людей которые предатели как есть и в абхазии в южной осетии своих стран до приднестровья имеет такую вот замороженную территорию ныне так и у нас чтобы вы ответили дмитрий на этот комментарий где вы были 8 лет назад на самом деле я с 2004 года активно участвовал в противостоянии с этой российской пропагандой и даже те деньги которые я зарабатывал в россии а я в течение там трех лет по 3 года подряд получал золотые микрофоны в кремле за лучшую радиопрограмму были мои розыгрыши знаменитостей разыграли розыгрыши именинников нас разыграли привет блондинки два веселых перца видео пираты мы предоставляли холдингу тогда профмедиа которые работали самая профессиональная команда радищиков в москве предоставляли 10 пакетов программ с ведущими украинскими юмористами парадистами показать на что практически всех актеров которые работали вместе со мной у меня в студии потом их привлек к своему проекту большая разница александра цикала то есть тоже мне было это достаточно показательно интересно что когда мне вот уже не помню там второй или третий микрофон вручал александр любимов на церемонии радиомании он сказал что как приятно что уровень юмора на российском радио гораздо выше чем уровень юмора на российском телевидении но вообще-то мы я руковожу украинской продакшн студии так вот практически большую часть денег которые я зарабатывал в россии я стратил как раз на антипутинские проекты они достаточно красноречивым были названием антимоль антипутин противокурка такое наше времечко полит ломбард то есть эти проекты практически я финансировал за свой счет но мне иногда помогала американское посольство в киеве потому что они понимали как к сожалению немногие в украине всю опасность этой гибридной войны я напомню заканчивал военный суд на странных языков я заканчивал второй факультет восточных языков по специальности свой первый переводчик арабского юрита долго работал на ближнем востоке дипломатом переводчиком но потом одно время даже преподавал в нашем институте именно на этой вот злосчастной печально известной кафедре спецпропаганды которая готовила бойцов идеологического фронта информационного напомню что именно гибридная война информационные психологические операции это и есть основной вид сегодня боевых действий российской армии как записано это официальной доктрине которые были легальным открытом доступе размещена даже на российской википедии поэтому я как никто другой понимал насколько изощренными могут быть эти методы поскольку ну прекрасно помним из этих учебников даже наши спецпропаганды такие приемы как 60 на 40 гнилая селедка перевернутая пирамида абсолютная очевидность большая ложь и прочее но к сожалению моих ресурсов было даже при помощи американского посольства недостаточно чтобы сломить вот этот паттерн в украинском обществе к сожалению 73 процента населения этой страны три года назад поверила что если отдать власть марионетки самого злостного коррупционера и и преступника коломойского то можно избежать большой войны и можно не допустить смертей своих близких к сожалению мы не сумели достучаться до сердец там до разума наших соотечественников хотя я предупреждал многократно вот после недавней кончины владимира вольфовича жириновского я сделал специальный выпуск в свои программы с саундчек можно посмотреть на ютюбе где подробно рассказал о своих предыстории этого персонажа дело в том что он заканчивал институт стран азии африки а у нас на кафедре ближневосточных языков где я учился и потом преподавал учился в аспирантуре были бывшие его коллеги сокурсники были преподаватели в частности профессор ковалев который преподавал него которые так давние еще раз нам рассказывали что это за персонаж не было ни у кого никаких сомнений в том что он является агентом кгб впоследствии фсб поскольку еще будучи там на четвертом курсе института стран азии африки и са у его депортировали за информационные диверсии из турции он по первой своей специальности переводчик турецкого языка и вот за три не за три дня буквально до первого тура выборов 2019 году он буквально там деталях расписал всю будущую стратегию путинской россии в отношении украины говорит нам главное с помощью коломойского здесь свалить порошенко привести к власти тогда он как раз был в отличие от других российских политтехнологов и там политиков абсолютно уверен что придет к власти зеленский и говорит и потом мы будем благодаря тому что имеем очаги влияния на коломойского будем манипулировать вот его интересами нам главное заманить его в ловушку пообещать ему там бесплатный газ бесплатную бесплатную нефть вот эти 100 миллиардов долларов о которых сам коломойский когда-то проговорился в интервью и вот сегодня выложу тоже у себя в фейсбуке ссылку на знаменитое его интервью я решил шамы они дадут 100 миллиардов мы кровь забудем и нато утрем нос ну вот они играли с ним эти кошки-мышки заманивали его в эту ловушку ну и жириновский тогда же сказал нам главное потянуть время достичь как бы необходимого рубежа и когда мы рубанем и отхватим у них уже не только там крым и донбасс а всю левобережную украину и вот эта знаменитая сцена где он разрезает торт который ему на день рождения подарила скобеева отрезает всю левобережную украину и вот эту часть мы там на западе отдадим польше а киеву оставим там маленький такой банклав вот с чего начиналась киевская русь пусть это им останется то есть я это настолько было все это очевидно я не понимал почему люди верят этим нарративом который активно озвучивал тогдашний кандидат зеленский вот и вот это вот мое анализ этого выступления жириновского тогда в марте 2019 года посмотрела на моих там платформах в социальных сетях там я посчитал там 120 тысяч человек а вот то интервью которое дал зеленский накануне никому не знаю как правильно его назвать представители тоже такой пятой пророссийской колонны здесь дмитрию гордону он утверждал в этом интервью что нам нужно просто посмотреть глаза путину там как они говорили с комаровским поехать с ним на рыбалку и просто перестать стрелять и потом встретиться посредине встретиться и война продолжается как он сказал только потому что этого то что это выгодно порошенко он многократно повторил это и в этом интервью и потом на этом знаменитом своем стадионе в этих теледебатах то есть вот это вот это интервью посмотрела на двух каналах там коломойского и гордона посмотрел 12 миллионов человек то есть соотношение 120 тысяч человек посмотрела мой анализ и мои предсказания и 12 миллионов посмотрели вот это я не знаю какой термин употребить в отношении этого провокационного интервью люди действительно поверила что достаточно просто прекратить стрелять и война продолжается поскольку на ней наживается порошенко который как сам тогда зеленский кричал на этом стадионе 85 раз обогатился ну то есть вот эти лживые нарративы и они к сожалению оказались очень действенны и 73 процента населения в них поверил что в носительной степени бы его подтвердила эффективность этих методов гибридной войны поскольку среди этих 12 миллионов зрителей на ютюбе значительная часть была как раз российских или пророссийских там квази российских агентов которые раскручивали вот эти провокационные месседжи и влияли таким образом на сознание миллионов наших соотечественников я вот буквально вчера там американская давал одной платформе благотворительное интервью и когда я рассказывал вот они сейчас все там в восторге от зеленского от его ну действительно может быть правильных сегодня месседжей но я говорил что кто нанес максимальный урон нашей стране за последние три года кто практически остановил все самое главное военные разработки практически шесть ракетных программ были заморожены ну такой показательный пример за три года мы не приобрели ни одного бронежилета но представьте себе они не верят когда я это говорю что как это можно было имея протяженность там почти трехтысячную границы с этим самым подлым и опасным сегодня противником не закупить ни одной каски ни одного бронежилета за три года мало того те украинские генералы которые были ответственны за эти проекты они сидели в тюрьме их зеленский благодаря вот подручным как раз того же коломойского который финансировали в том числе и пророссийские здесь силы агенты такие как татаров портнов они возбуждали дела не только против украинских генералов против украинских ветеранов волонтеров они возбуждали дела против украинских политиков ну напомню что шесть депутатов ли с депутатов европейской солидарности против них были возбуждены десятки уголовных дел но это как быть абсолютно не поддается нормальному восприятию но как 120 уголовных дел были возбуждены против пороша человек который сделал больше чем кто бы то ни было в мире для создания антипутинской коалиции для реализации вот этого режима санкций антироссийских и именно он больше всех пострадал то есть мой последний месяц чем занимались вместо того чтобы я не знаю те же там ветераны а то ветераны военные офицеры кадровые вместо того чтобы заниматься подготовкой и и вопросами мобилизации зная уже о готовящемся вторжении мы проводили дни недели возле судов где защищали порошенко против этих лживых абсолютно уголовных преследований которые были ну высосаны абсолютно из пальца а в то время да да поменять русло нашего разговора потому что нас смотрит большое количество россиян прежде всего поэтому мы говорим на русском языке и я понимаю ваше негодование у нас многие высказываются о них и они справедливы вот но пока у нас и президент один легитимный и до конца войны как бы он с нами будет поэтому немножко хотелось бы в конструктив для того чтобы наш эфир потом могли распространить между людьми для того чтобы они поделились и какие-то хорошие от вас мысли я уверена вас их бесчисленное количество могли передать друг другу вопрос мой был касался донбасса который к нам вернется и где есть очень много мыслей которые выражаются в комментариях о том где вы были 8 лет назад и вот я бы хотел услышать как вы думаете что нужно отвечать потому что в любом случае когда к нам вернуться я уверен на сто процентов чтобы нам вернется эта территория нам любом случае придется с ней работать вот чтобы вы ответили на этот на этот комментарий ну вот очень показать надо вчерашнее заявление спикера сегодняшний банковый ристович он сказал что война будет продолжаться до 2035 года да он за неделю до этого он сказал что она закончится две-три недели а вчера он уже сказал что до 2035 года к сожалению меня это очень пугает и буквально вдогонку ему этих выступлений пошли опять же высказывания обозревателей аналитиков что это не случайно такая переориентация ну я не знаю может я опять же увожу в сторону сторону от вашего диалога но вы поймите никакой уверенности в скорой победе и в твои в том что мы отвоюем донбасс пока у нас есть неадекватные представители в сегодняшнем руководстве у меня лично никаких особых таких радужных надежд нет потому что вчера же вот эти прозвучало это в некоторых эфирах главное главный тезис нынешнее руководство оно финансируется ну как многие структуры сегодняшние самые активные те же политкомментаторы которых там сейчас активно раскручивают оно финансируется тем же олигархом коломойский что вы понимали он мне предлагал свое время 7 миллионов долларов чтобы я перешел на его сторону и активно участвовал в его пропагандистских компаниях то есть если мне там скромному блогеру предлагали такие суммы представьте себе какие суммы на кону для того чтобы защитить его от преследования американской не только американской британской кипрской израильской швейцарской эфемиды то есть эти в эту цифру не многие не верят когда я называю ее которая на кону 470 миллиардов долларов это сумма всех транзакций преступных по отмыванию денег которые расследуют следователи в ста американских штатах то есть то что названо американской прессой the biggest money laundering scheme in the world banking history самая большая схема по отмыванию денег за всю историю мировой банковской системы вы понимаете какие какие деньги на кону поэтому это вчерашнее заявление арестовича что война будет продолжаться до 20 до 35 года она тут же всех взбодрила прямо скажем обеспокоила потому что все понимают что никакой закончится к окончании войны коломойскому не нужно он тогда поставит под удар свою свободу зачем ему это нужно он сам заявлял и продолжает как бы вот эти вот цитировать эти нарративы уже надо с россией помириться забыть он до сих пор кстати за все последние сколько там уже 47 дней нашей войны он ни разу даже не высказался на эту тему к нему обращались журналисты он говорит я выскажусь уже после войны очень показательная вещь то есть человек который своими украденными у нас как бы миллиардами сегодня практически контролирует все информационное пространство в этой стране и верить верить что с таким грузом мы можем легко преодолеть все препятствия и подпряг верить какую-то скорую окончание этого конфликта у меня к сожалению оптимизма совсем становится все меньше и меньше вот хочу услышать ваши прогнозы как вы думаете сколько украинцев пойдут в церкви московского патриархата в пасху ну вы знаете очень значительное количество наших соотечественников они вообще не представляют себе какая церковь московского патриархата какая церковь православной церкви украины я провожу часто аналогию там между мусульманами 80 процентов мусульман и ни сном ни духом не знают они сунниты они решит и там я столько лет провел на ближнем востоке и спрашивают откуда я знаю так и у нас эти вот это к сожалению не знаю в цифрах абсолютных но может быть до трети всех верующих в украине которые регулярно совершают такие церковные обряды они не знают батюшка у них какой церкви принадлежит значительной степени это было уже ситуация поменялась за последние четыре года до с момента приобретения внутренние три до с момента приобретения томаса но этот процесс не имеет такого по мне масштаба в маленьких или деревнях городках тогда столицах это может быть крупных городах это очевидно но в маленьком селе где уже там сто лет всего одна церковушка они понятия не имеют куда деньги которые там остаются после того как батюшка на себя потратил какому в какую казну на их передает и кого они конкретно финансируют поэтому я бы тут тоже не 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 преувеличивал бы сегодня вот этот вот сдвиг действительно там обратились многие там иерархии церковные вот сейчас с осуждением кирилла после последних вот его заявлений надеюсь что вот этот просто тренд он будет идти с обеих сторон как снизу так и сверху но к сожалению я на личном опыте убедился насколько это верхушка российской православной церкви в украине проникнуто вот этими пророссийскими настроениями я помню самый разгар майдана 2014 года я был с детьми утром на воскресенье на подоле мы позавтракали там есть такая линская церковь одна из церквей которые самые знаковые в киеве и в которой как раз вот служит такой отец виталий известный я часто с ним пересекался на каких-то застольях где он выступал в роли посаженного отца генерала свадебного и вот он видит я стою буквально перед там вон им поставили свечи мы с детьми там ну человек может там 60 70 паств и слушают его пробовать и он ничтоже сумняшись аю черный антихрист обама пришел на нашу землю я оглядываюсь думаю неужели это вот это вот все воспринимает нормально публика дать и чех кивает голова то есть влияние рпц очень значительный поэтому и вот эта триада эта армия мова вира имела такое значение для будущего нашей украины который к сожалению многие наши соотечественники не оценили но надеюсь что сейчас эти вот процессы которые идут повторюсь и снизу и сверху они привезут придут тому что гораздо большее количество церквей будет переходить ежемесячно к православной церкви украины от московского патриархата и надеюсь что этот процесс никто не будет тормозить поскольку с приходом опять же зеленского его ближайшее окружение они все верные как бы именно московскому патриархату неоднократно это подчеркивали и защищали именно отцом настоятелей тоже той же лавры других известных в украине церковных иерархов московского патриархата поэтому надеюсь что вот этого противопротиводействие которое было с их стороны за последние три года его уже не будет дмитрий хотелось бы как раз задать по попаться про церковь продолжить как вы думаете как можно повысить образование украинцев хотя бы кто на какая церковь кому принадлежит то есть это должны эти шники сделать какие-то интерактивные карты это должна какие-то информационную компанию государства провести то есть какими прикладными механизмами должна сработать эта система таким образом для того чтобы люди даже в маленьких деревушках имели полное представление какая церковь кому принадлежит я думаю что здесь все методы хороши и нужно ограничиваться каким-то одним главное что на государственном уровне подчеркивать подрывную деятельность деятеля этой церкви рассказывать о тех вопиющих случаях когда эти батюшки рпц были наводчиками когда у них в подвалах хранилось оружие в подвалах церквей когда они снабжали продовольствием российских захватчиков как